Дань памяти и пример мужества в Челновершинском районе открыли памятную доску воину-интернационалисту, который погиб в афганской войне. Молодой парень Анатолий Буянов хотел работать на полях родного села, а стал героем всего в 20 лет. Он не хватал с неба звезд, рос обычной мальчишкой. С самого детства мечтал остаться в деревне, работать на полях. Анатолий Буянов по призыву в 1984 году попал в Афганистан. Он хотел служить в армии, пошел сам добровольно служить в армии. Но первое время, конечно, мы не знали, что в Афганистан попал. Служил в Афганистане, он нам просто не говорит, он не писал. Мы только узнали потом. Не хотел расстраиваться на родителей. Но скорбная весть в родной дом пришла спустя полтора года. Погиб при исполнении воинского долга. Анатолий Буянов 20 лет, стал героем. Его истории здесь известны каждому школьнику. Урок мужества в честь 26-й годовщины вывода советских войск из Афганистана проводят активисты и ветеранских организаций. Разумеется, нам нужно это знать, потому что, как не знать историю своей деревни, кто у нас там был. Мы же должны гордиться этим. А так у нас на уроках истории рассказывают. И так иногда просто в беседах тоже рассказывают. В этих стенах воспитали героя. Здесь же и открыли мемориальную доску. С такой инициативой выступил областной союз десантников. Понятно, что мы еще как бы не всех охватили. Мы стараемся, стремимся, но могу сказать так. Мы не остановимся, мы будем продолжать дальше это направление. Почему? Потому что, во-первых, парни это заслужили. Во-вторых, ученики должны знать, кто учился в их школе. Общественники за два года увековечили память о подвигах 32 героев и ветеранов войн. По инициативе родственников и школьников эта работа, в том числе и в Челновершинском районе, будет продолжена. Екатерина Алексеева, Александр Дудко. Новости губернии.